Сельские люди в труде закалённые, ветром пропахшие, солнцем калёные, рано встающие с первым лучом, землю прославив сельским трудом. 26 октября во Дворце культуры прошёл большой традиционный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Открывал его губернаторский ансамбль «Матаня» композицией «Живи, мать, Россия». Затем был продемонстрирован видеофильм, снятый углическим телевидением накануне праздника. Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уже стало традицией собираться нам вместе с вами и отмечать профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства в октябре. К этому времени заканчиваются полевые работы, подводятся итоги в отрасли растеневодства, от которой зависит хозяйственная деятельность в отрасли животноводства и перерабатывающей промышленности. Прошедший год был ещё раз большим испытанием на прочность для работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Вместе с испытаниями и проблемами дал нам осознать, что по старым технологиям, со старой техникой, без подготовки кадров и чёткого экономического обоснования вести производство нельзя. Приятно отметить, что второй год сельское хозяйство включено в одну из национальных приоритетных программ государства. У селян появилась надежда за последние годы, надежда на будущее. Потому что села сегодня есть в будущее, я просто в этом уверен. Будущее само себе не приходит, мы должны на это будущее ковать семьи. И в этом, наверное, должна кроиться та структура снизу доверху, начиная от правительства, властью в области, властью на местах и, конечно, властью, которая непосредственно руководит и работает с землёй. За последние два года сельхозпроизводители Угольческого муниципального района стали активнее применять высокоэффективные технологии и использовать высокопроизводительную технику. Только за последние 9 месяцев хозяйствами района приобретено 14 тракторов, 5 кормоуборочных и 3 зерноуборочных комбайна, другая техника и оборудование на общую сумму 48 миллионов рублей. К тому же до конца текущего года на эти цели будет дополнительно направлено ещё 14 миллионов рублей. Внедряются перспективные сорта зерновых и кормовых культур и поэтому собрано в этом году зерна на 800 тонн больше, чем в прошлом году. Наше хозяйство в этом году посеяло зерновой клин 761 гектар. Это, наверное, в районе самая большая площадь. Овёс вырос хороший, был очень даже чистый, безо всякой там прополки. Сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства района на предстоящую зимовку заготовили необходимое количество кормов. Заготовили в полном объёме грубые и сочные корма. Это сено, село, сенаж полностью обеспечили своё животноводство собственными кормами. Район занимает первое место в области по поголовью овец романовской породы, насчитывающей около 3000 голов, и находится на втором месте по численности крупного рогатого скота. Наши овцы ежегодно выставляются на фестивале «Романовская овца. Золотой руну России» в городе Тутаеве и на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», где постоянно занимают призовые места и награждаются золотыми медалями. Растёт спрос на племенной молодняк овец. С начала этого года сельхозпредприятиями района уже продано 625 голов племенных ярочек. До конца 2007 года планируется продать ещё 300 голов. Производство молока за 9 месяцев составляет 14 600 тонн. Надой на корову составляет на 7% больше прошлого года. На сегодняшний день в рамках национального проекта развития агропромышленного комплекса 12 уличными подсобными хозяйствами получено кредитов на сумму 1,5 млн. рублей, двумя крестьянско-фермерскими хозяйствами на сумму 1 млн. рублей. К этому стоит добавить, что сейчас для получения кредита жителям и представителям предприятий углического района не обязательно предпринимать дальние поездки. С июля текущего года такую услугу оказывает углический филиал Россельхозбанка, имеющего 100% государственный капитал. Получение кредитов расходуется на приобретение техники, приобретение скота и строительство хозяйственных построек. 15 лет нашему хозяйству. Начинали с небольшого судного трактора, можно сказать, всё списанного, МТЗ-50. Сейчас в нашем хозяйстве уже имеется 7 тракторов. Из них, значит, 4 МТЗ, 1 ДТ и Т-25. Сейчас сделали упор на выращивание картофеля и овощей. Из года в год повышаем площади под картофелем и овощами. Если в том году было 40 гектаров картофеля, в этом году уже 50 гектаров. И 23 гектара овощей, 10 гектаров капусты, 8 гектаров моркови, 5 гектаров свеклы. Урожайность, как в том году, была большая, 395 в среднем. В этом году также около 350-380 центнеров. По национальному проекту в том году мы взяли 2 миллиона кредит. Купили картофелеуборочный комбайн новый, гримный, СЕ-75-20, однорядный. И мы, значит, убираем уже второй год. Комбайн очень нравится, убирают без потерь. В этом году, значит, также по национальному проекту взяли еще кредит дополнительно 1 миллион 300 тысяч на приобретение морково-уборочного комбайна и ленты для уборки капусты. Морково-уборочный комбайн уже получили. Вот он сейчас работает, убирают морковь. И на днях получим ленту для уборки капусты. Отродновское сельское поселение в эти годы, особенно последний год, активно занимается развитием наших личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств. Только за последнее время 10 человек в крестьянских хозяйств оформили кредиты в общей сумме, которая составляет более чем 1 миллион 200 тысяч рублей. Здесь необходимо отметить такие крестьянские хозяйства, как крестьянское хозяйство Панкратовых, семьи Панкратовых, крестьянское хозяйство семьи Кургузовых и многих других. В последнее время у нас создан кооператив снабженческо-сбытовой, который приступил уже к своей работе. В ближайшее время, значит, все фермерские личные подсобные хозяйства будут снабжаться комбикормом. Сейчас разрабатывается программа закупки у населения всей продукции, которую они производят. И это будет как бы подспорьем всему населению нашего поселения в получении дополнительных доходов. В СПК Паречи по национальному проекту развития АПК приобретено 30 голов крупного рогатого скота. В сельхозпредприятиях в рамках национального проекта и при финансовой поддержке инвесторов ведется реконструкция животноводческих помещений. В открытом акционерном обществе «Мир» и в СПК «Угличский» проводится реконструкция от кормочных комплексов под молочное животноводство со строительством доильного зала. В этом году СПК «Угличский» приобрел новую технику. Это КЗС-7 зерноуборочный комбайн, который показал себя в работах очень хорошо, зарекомендовал. Три МТЗ-82, две Нивы. Пресс-подборщик начал реконструкцию животноводческой фермы без привезного содержания и строим навес для уборки техники на зимний период. Кормов заготовили мы достаточно, зерновых убрали в два раза больше, чем предполагали даже. В СПК «Улейма», «Бурмасово» и «Авангард» ведется модернизация животноводческих помещений. Здесь приобретаются доильные оборудования и холодильные установки. Осуществляется замена водопоения. Все вышеназванные работы направлены в первую очередь на облегчение труда животноводов. Видели новый комплекс на 300 голов, новый привез, где проведено в течение где-то месяца. Мы это тоже брали кредит в Росерхозбанке. Но второе вы видели сегодня очень хороший приемный пункт с новым оборудованием холодильного. И вы видели, что там действительно сделано для того, чтобы получить очень качественное молоко, что мы сегодня получаем. И тоже было приобретено за деньги, которые были взяты в Росерхозбанке кредит по национальному проекту. Ну и вы видели, что там и молочное оборудование, уже я имею в виду не холодильное оборудование, а молочное оборудование тоже было приобретено за счет кредита по национальному проекту. Я в целом, конечно, доволен. В Угольческом муниципальном районе работает федеральная целевая программа «Социальное развитие села» до 2010 года. В ходе ее реализации на селе ведется строительство жилья и приобретение квартир. К примеру, в Испыка Улейма строят свой новый дом супруги Коузова. Сегодня к земле стали проявлять интерес инвесторов. У крестьянина стал выбор развиваться самим с помощью кредитов, искать инвесторов, образовывать холдинги. То есть сегодня разнообразие. Это очень радует. Сегодня крестьянин должен осмыслить, села должны осмыслить в том, что пока ситуация к нам благословна, мы должны не упустить самое главное время. Сегодня время работает на нас. Сегодня есть возможность строиться, развивать, строить жилье. Есть национальная программа строительства жилья молодым семьям на селе. И я тоже активно развиваю, что мы делаем в своем хозяйстве. Я считаю, что жизнь там, на селе, где будет оставаться молодежь. Потому что сегодня номер один проблем – это кадры. Кадры сами себе не придут на село, пока не будет нормальных социальных условий. Я думаю, что если все это дальше пойдет, то на селе молодежь будет оставаться. И дай Бог, чтобы на селе зазвучали звонки детских голоса. Если будут звучать деревни и звонки голоса, значит, деревня жила, деревни есть будущее. Это самое главное. Улучшается ассортимент и повышается качество выпускаемой продукции в перерабатывающей промышленности. Сразу две золотые медали привезли уклические сыроделы с ежегодной всероссийской выставки смотра конкурса молочной продукции, которая проходила по традициям в городе Адлере. Передовиками нашего производства в 2007 году являются Комарова Людмила Борисовна, которая проработала 20 лет в кисломолочном цеху рабочей по переработке кисломолочной продукции. И Рябовалова Галина Павловна, рабочее сырохранилище, которое проработало 8 лет. В плане перемен не остается в стороне и углическая птицефабрика. По заверениям руководства предприятия, совсем скоро в его работе должны произойти большие изменения. В связи с высокой конкуренцией на рынке птицеводческой продукции, развитием крупных птицефабрик, наша небольшая, вынуждена искать другие пути инновационные. Поэтому мы пришли к выводу, что будем переводить, перепрофилировать фабрику на крупное перепелинное хозяйство. По оценке наших акционеров, видимо, это будет одной из крупнейших в европейской части страны, планируется переработка, перерабатывающее производство. То есть полный цикл. Требуются громадные вложения. К сожалению, пока мы еще не обеспечили тот уровень, на который рассчитывали. То есть в этом году достаточно много работ выполнено, но, тем не менее, требуются значительные вложения на сегодняшний день. Те программы, которые сегодня по приоритетным направлениям развития АПК, пока у нас не работают, поскольку не было возможности оформить кредиты из-за залоговой базы, там другие причины. В ближайшее время мы планируем все-таки вложения увеличить, и в начале следующего года все-таки мы начнем, наверное, уже новое производство. Я хочу и своих тружеников коллектива, и всех тружеников сельского хозяйства поздравить с праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья, успехов в нашем нелегком труде. Я бы хотел вас всех поздравить этим великим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви и терпения. Упорство, чтобы ваши мечты все сбывались, и чтобы вы не останавливаетесь на достигнутом. Крепкого здоровья, оптимизма. Сейчас премьер-министр, говорят, на сельское хозяйство будет уделять больше внимания. И я думаю, что в сельском хозяйстве дело сдвинется с мертвой точки. У нас в Искре работают прекрасные труженики, это механизаторы, и жутноводы, и полеводы, прекрасная команда специалистов. Я бы хотел поздравить всех селян с этим праздником, пожелать им всего самого-самого хорошего. Хотелось бы отметить, что на селе очень талантливые люди, очень добросовестные и добрые. И поэтому хотелось бы пожелать в этот день им дальнейших творческих успехов, здоровья, чтобы ничего не огорчало в этой жизни. А мы, администрация, будем всячески помогать. Мне хотелось бы пожелать и своему коллективу, селянам, работникам перерабатывающей промышленности, чтобы в жизни у них было счастье приходить домой с удовольствием и на работу с удовольствием. Хотелось бы верить, что те программы, которые объявлены правительством по подъему сельского хозяйства, наконец заработали и перспектива развития села все-таки была не в отдаленном, а в ближайшем времени. И от всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелать вам личного счастья, здоровья, оптимизма, благополучия и новых трудовых свершений. Помимо поздравлений, звучащих с экрана, виновники торжества принимали поздравления от главы Углического муниципального района Элеоноры Шереметьевой и других почетных гостей. Мне хочется сказать вам спасибо громадное за ваш труд. Спасибо, что вы выдержали самое критическое время. Не сбежали, не растерялись. И уверяю вас, в этом нет никаких сомнений, что кризис миновал. Что сейчас именно село поставлено во главу угла. Именно сельский житель сейчас имеет право на приоритетное внимание и президента, и правительства, и региональной, и местной власти. Именно вы тот золотой фонд, который всегда, всегда в России традиционно давал больших и даже великих людей. У нас с вами в Углическом муниципальном районе село жило, живет и будет, а будет хорошо жить. Я свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Калинина и свой первый трудодень заработал там. Так что знаю, как и лошадь запрячь, как и коров подоить. Но на самом деле более благородной работы, чем работа на земле, ее вообще не существует. Как же нам село не развивать? Куда же еще деньги вкладывать? Вот шанс дан сейчас, и безусловно, безусловно, понимание есть. Но вам я от души просто хочу сказать огромное спасибо за терпение. И село, конечно, не благодаря, а вопреки выжило. То есть благодаря терпению вашему и вот такому вот доброму консерватизму и патриотизму. Спасибо вам огромное. Ни для кого не секрет, что производство сельскохозяйственной продукции дается нелегко. За проявленные ответственность и трудолюбие, за особые заслуги и вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли, почетными грамотами Министерства сельского хозяйства были награждены лучшие работники сыродельного завода Александр Братыщенко, Владимир Бранкен, Наталья Лебедева, Александр Урядов и главный механик акционерного общества «Убличхлеб» Александр Степанов. Ведущие специалисты экспериментальной биофабрики в НИИМС и сыродельного завода были отмечены дипломами Всероссийского смотра конкурса «Функциональные молочные продукты-2007». Кроме того, из рук первого заместителя директора департамента агропромышленного комплекса Анатолия Гончарова восемь человек получили почетные грамоты департамента АПК. Сегодня праздник. Я вас поздравляю с этим хорошим толковым днем. Желаю вам чувства оптимизма, здоровья, успехов и всего самого доброго. «Земля без хозяина» утверждает народная поговорка «круглая сирота», а трудовые успехи коллектива – заслуга руководителя. Почетными грамотами губернатора Ярославской области и денежными премиями были поощрены руководители сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также профсоюзные лидеры. Вы давно заслуживаете того, чтобы достойную заработную плату иметь, чтобы иметь достойные жилищные условия, чтобы вы могли учить своих детей лечиться и все прочее. А на сегодняшний день вы в большинстве своем этого не заслуженно не имеете. С профессиональным праздником вас, здоровья вам, счастья, счастья быть востребованными, надежды, веры и любви. За любовь к земле и труду, почетными грамотами, благодарственными письмами главы района и денежными премиями были награждены главы сельских поселений, специалисты животноводства, растениеводства, механизаторы, трактористы, комбайнеры, водители, мастера, ветераны сельского хозяйства и сотрудники предприятий, перерабатывающей и обслуживающей отрасли. Молодые специалисты, гордость и надежда селян тоже не остались без внимания. Им от имени партии «Единая Россия» памятные подарки вручал герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев. Приятно видеть счастливые лица людей и осознавать, что сельские труженики стали ощущать реальную поддержку властей. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» до 2010 года несколько семей получили свидетельство на получение субсидий для приобретения и строительства жилья. Церемония награждения сопровождалась музыкальными номерами в исполнении творческих коллективов Дворца культуры, а по окончании торжественной части зрителей ждал большой праздничный концерт с участием московских артистов. Субтитры создавал DimaTorzok